Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если хочешь продолжение сериала Атака Титанов. Всем привет, дорогие друзья! С вами Костяна Юрьевич, и мы вновь, ребята, играем с вами в Лего, где я решил продолжить сериал Атака Титанов на Лего Сити. Что ж, ребята, я реально не ожидал такого большого ажиотажа вокруг этой рубрики, я вижу, что вам нравится, и поэтому даже я решился посмотреть данный сериал и посмотрел первый сезон прямо на одном дыхании. Все 25 серий как на зубок. В общем, хочу сказать, что мне очень сильно понравилось, и поэтому я решил продолжать развивать эту историю дальше. Конечно же, я буду импровизировать, поэтому, ребята, если вам нравится то, что я делаю для вас, то обязательно поддерживайте меня лайком и не забывайте подписываться на канал. Что ж, ребята, в прошлой серии мы отбили Лего Сити и, в принципе, уничтожили всех Титанов, которые были в этом городе, и спустя этого события прошло очень много времени, буквально уже лет 5, и люди успели возвести стену, ребята. Вот такая вот стена сейчас стоит прямо перед центральным входом, так скажем, никто через нее пройти не может, по крайней мере, люди так считают. Но тут вдруг откуда ни возьмись появились Титаны, и во главе, в принципе, них был бронированный Титан, который сейчас эту самую стену сломает. Чтобы вы прекрасно понимали, что он бронированный, я даже вам продемонстрирую это. Я постреляю ему в пузо, и, в принципе, вы сами увидите, что по пульке его точно не берут. Хотя, в принципе, у нас, у главных персонажей не было такого оружия, были мечи, но так как в Брикликсе их нету, будем мы с вами все-таки с пистолетом как-то передвигаться. И, кстати, привод в игре тоже есть. Как я буду это делать? Да, вот так вот. Почему бы и нет? Смотри, как неплохо все это дело получается. Я считаю, что это добавит колорита, добавит каких-то красок, и если тебе это действительно нравится, дружище, то обязательно ставь лайкос. Ладно, погнали. Титаны нападают, тревога есть. В принципе, вся стража уже на ушах, и один наш доброволец бежит поскорее к пушке, которая находится возле центральных ворот, дабы попробовать уничтожить Титанов. Так, что ж, у нас сегодня в рубрике Титаны поменьше будут. Тут это, я не знаю, наверное, четырехметровый, это, пускай, будет 7-8 метровый, ну и, в принципе, бронированный. Он, в принципе, был довольно-таки высокий, наверное, метров 15 точно. На самом деле, я не помню цифру, но, тем не менее, где-то так. Короче, давай попробуем, посмотрим, что делают пушки с ними. Я хочу сказать, что они нихера не делают. А это вообще возможно? Это вообще законно? Опачки! Все-таки попал! Ты посмотри, я все-таки попал, но это несущественный урон. Пушки слабые, ребята, пушки, на самом деле, как и в сериале, значит, их не будут брать. Что ж, это очень жестко, это очень жестко. Я думаю, что сегодня оборона у нас будет страдать, но, тем не менее, мы должны, мы должны отбить Адаку. Хотя я знаю, что бронированный Титан появлялся всего один раз за первый сезон и, в принципе, только сломал стену. Никто с ним не сражался, но, тем не менее, в нашей рубрике мы будем с ним сражаться, ребята. И теперь он, короче, просто ломает ворота. Давайте представим, что он ломает ворота. Ну, правда, он с ними сосется, можно сказать, но, тем не менее, он сейчас их сломает. Наверное. Я не проверял, поэтому смотрим, что из этого получится. Наша главная задача сломать ворота, чтобы другие Титаны могли зайти в город. В принципе, чтобы они заполонили Лего Сити. У нас что-то получается, но получается как-то немножко сыро. Господи, он просто пополам сломал ворота, ребята. Он просто сломал пополам их. Вы только посмотрите, что происходит. Обалдеть. Вот это брешь. Вот это, я понимаю, снёс так снёс. Жалко, нету анимации. Жалко, что эти гиганты Титаны не ходят. Если бы они реально ходили, можно было бы это сделать прям в красивой картинке. Короче, другие Титаны нападают на город, уничтожают пушки, конечно же, которые стараются их убить. Хотя, в принципе, они делают это не машинально, они просто идут вперёд. Они просто идут вперёд и не дают людям никаких шансов на то, чтобы они выжили. Что ж, довольно-таки интересно. Я даже не знаю, что делать нашим персонажам, потому что в такой ситуации было бы всё намного хреновей. Я думаю, давайте мы поставим Титана в город под таким предлогом, что он уже пришёл. И попробуем с привода его убить, прыгая по крышам. Блин, ну мне кажется, это вполне реально. На самом деле, представь себе ситуацию. Ты такой стоишь и перед тобой внизу вот такая вот махина в твоём городе. Прямо в твоём городе. Вот посмотри в окно и обалдеть. Мне кажется, это было бы реально жёстко. На самом деле, персонаж мой довольно-таки неплохо прыгает. Господи, я оказался внутри Титана. Господи! Я вместе с Титаном улетел в космос. Не знаю, можно считать ли это, что мы его уничтожили или нет. Но от него ничего не осталось. Он проглотил не того парня. Он, походу, проглотил парня, который сам превращается в Титана, да? Но это уже совершенно другая история. И сегодня её не будет. Так, ладно. Будем считать, что второй Титан залез на город. А, господи, ты посмотри. Вот он он. Да ладно, ты посмотри, как эпично он умер. Как эпично он умер. Просто он развалился. Но так как он живой, так как у него ещё башка целая, он срингенит. Но, правда, пройдёт несколько минут после этого. Давайте попробуем стрельнуть в колоссального Титана с пушки. Бум! Да у меня такое ощущение, что он вообще даже не коцает его. Да ладно! А куда снаряды стреляют? Что происходит вообще? Так, я понял. Либо эта пушка слишком далеко, либо что? Так, ну-ка давай из пушки поближе. Да ладно, его урон не берёт никакой, абсолютно. Рука. Я не понимаю, что происходит, ребята. Либо Брикникс отказывается работать, либо его вообще ничто не берёт. Он, на самом деле, наверное, очень мощный. Так, хорошо. Бронированный Титан проходит дальше в город. Почему бы и нет? Ему самое место здесь. В принципе, круши, ломай. И это чисто его тема. Так, хорошо. Мы сверху, короче, ничего не можем сделать. Не можем никого убить. Титаны жрут людей в большом количестве. И те, кто ещё в живых, они стараются хоть как-то им противостоять. Так, хочу убить маленького. На самом деле, не знаю, как это сделать. Но будем считать, что мы на приводе... Куда-то к нему зашли сюда. Ну, смотри, мы ничего не можем сделать. На самом деле, если бы мы так долго ходили, нас бы уже сажали. Блин, не знаю. Давай оружие посерьёзнее попробуем. Что-нибудь, что было бы похоже на меч. Правда, мечей нету. Ну, ладно, хоть что-то. Блин, ты смотри. Оружие-то не берёт. Оно неэффективно. Поэтому мы возьмём немножко другую штуку. Воспарим немножко воздух. Вот так вот примерно. Хопа. И теперь, короче, просто уничтожим прямо отсюда его. Будем считать, что это наш меч. Отличное попадание. Только пока непонятно, что произошло. Так, отличное попадание. Серьёзно. Второй удар. Второй удар наносим. Так, хорошо. Полетели в воздух. Опа. Отлично. Мне кажется, что этого титана всё-таки мы убили. Так. Кстати, если он без головы, можно спокойно на его тело встать. Ну, смотри. Ну, вроде мы красную пометку уничтожили, которая была на шее. Я считаю, что это очень круто. Но добить его всё-таки стоит. Ещё разок для профилактики. Просто вшарахнуть в него. Так, у нас есть пушка. У нас есть пушка, которой нужно воспользоваться. Потому что я прям не знаю даже. Чё-то они меня подводят. Они не стреляют как нужно. И на самом деле я немножко в смятении из-за этого. Так, давай пушку переставим. Пушка же всё-таки на колёсах была. То есть её теоретически можно было переносить. Я не знаю, какой там урон, какой там калибр. Но ты посмотри. Титаном прям вообще никакого урона не наносится. Но на самом деле такая пушка должна разрывать как минимум голову. Кстати, у нас в городе есть вот такая экспериментальная, не знаю, телега. С пушками. С помощью которой мы сейчас, в принципе, добьём. Добьём того самого Титана, которому только что отбили голову. На самом деле очень интересно, очень сложно. Нужно придумать что-то вроде меча. Чтобы Боб мог, в принципе, управлять им и давать отпор Титанам. Было бы намного интереснее, на самом деле. Правда, пока не знаю, как реализовать. Потому что всё-таки возможности Брикликса, они не безграничны. Так, хорошо. Мы, кстати, на своей самоходочке уже едим вперёд. Титан там бронированный, не знаю, что делает. Но, в принципе, он никак не проявляет своей активности. Его задача ломать. Ломать ворота. И поэтому он просто там находится впереди. И пугает всех своим видом. Но мы постараемся сегодня вступить с ним в бой. И посмотреть, сможет ли наша посудина его уничтожить. Так, ты смотри как. Ты смотри как. Ох ты, ни хера себе. Вот это дуплетик. Вау, насквозь. Насквозь. Просто насквозь. Ты посмотри, как эпично. Слушай, хорошая пушка. Обалденская пушка. И самое главное здесь не разрушить здание. Но это очень сложно, на самом деле. И мне кажется, что мы сейчас без здания останемся, да. Потому что это нереально. Господи, я не знаю. Он аж сам умер, господи. Он сам умер. Он, наверное, сам такого не ожидал. Окей, отлично. Мне кажется, что этот товарищ регенится уже не будет. Но не забываем, что у нас есть второй, ребята. У нас есть второй. И, наверное, это он, да? Это он или не он? Я не знаю, он это или не он. Это пушка была. Окей. Где товарищ-то наш второй? Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Будем считать, что он отрентгенился. И залез, короче, на здание. Почему бы и нет? Здоровенный восьмиметровый титан. От этого осталась только башка. Башка, три пирожка. Так, хорошо. Хорошо. Едем, стараемся уничтожить второго. Я не знаю, достанет ли моя пушка. Но вы только посмотрите, на какую высоту она может стрелять. Это, на самом деле, охеренно. Воу. Воу. Слушай, она сделана довольно-таки небезопасно. Можно убить самому. Блин, такое ощущение, что нужно убивать его, чтобы он не взорвал здание. Так, это, это плохой выстрел. Еще даже, наверное, нужно. Чуть-чуть. Минус голова сейчас будет. Минус голова. Минус голова. Просто мы должны его уничтожить как-то. Отличное попадание. Отличное попадание прямо в цель. Минус челюсть, минус башка. Все разлетелось. Все разлетелось просто. Отлично. Так, чуть-чуть ниже. И мой персонаж после этого опять не выжил. Господи. Блин, ну это жестко. После того, как мы его уничтожили, нужно добивать, ребята. Поэтому давайте, пользуемся приводом. Пользуемся приводом для того, чтобы поскорее до него достать. Так, еще выше. И вот она, вот она пометочка. Опа. Хорошо. Опа. Слушай, а мне нравится. С таким паркуром прям вообще от души. Так, и мы, кстати, можем сделать... Вот я про это и говорил, что мы можем это сделать. Опа. Правда, почему-то здание не рухнуло все равно. Давайте его уничтожим. Давай его похороним просто до конца. Пушки вообще бесполезные в городе. Нужно менять вооружение срочно. Они слишком старые. Возможно, порох отсырел. Я не знаю. Но они, они не делают то, что должны были делать. Они абсолютно никак не справляются с поставленной задачей для того, чтобы защищать Лего Сити. Ты посмотри, как эпично он падает. Просто еще один титан повержен. Он просто повержен. Я не знаю, сколько людей уже съели. Но, тем не менее, мы стараемся, ребята. Мы стараемся что-то делать. И у нас остался бронированный титан. Хорошо. Давай в руку. Господи. По нему вообще урон не проходит. Вы посмотрите только. Вообще не проходит урон. Ты серьезно? А он бессмертный, да? Хорошо. Давай я вот так сделаю. Опа. Давай попробуем. Далеко, да? Далеко. Надо поближе. Господи. Как он, как он хорошо там стоит-то. Смотри. Так. Окей. Пробуем еще раз. Пробуем еще раз нанести урон. Он очень бронированный. Да ладно. Даже без бессмертия мы не можем его пробить. Серьезно. И что делать? Что делать в такой ситуации? Если бы я был персонажем дальнего аниме, я бы, наверное, тоже был в шоке. Потому что, смотри. Его абсолютно не берет урон. Он стоит, смотрит на здание. Ему как бы похер вообще. Так. Давай попробуем его усмирить. Прямо в ту же самую точку. Выстрел. Я, конечно, не знаю, что будет во втором сезоне. Но мне кажется, это никак не поможет абсолютно им. Так. Хорошо. Попал в точку. Попал в точку. Отбил голову. Но мне кажется, я его бы не убил таким макаром. Я просто отстрелил ему голову. То есть, на какой-то момент он пока бездействует. Он ничего не может делать. Это значит, что самое время садиться в нашу машину, чтобы его добить. Просто добить и все. Давай полный назад. Просто полный назад и стреляем по ногам, чтобы эта туша упала. Чтобы она не могла передвигаться. Если в мультике перерезали сухожилие, то здесь мы будем просто тотально уничтожать. По крайней мере, стараться это делать. Так. Хорошо. Первое попадание есть. Второе попадание. Третье. Господи. Он... Смотри, какой он прочный. Так. Пошел. Пошел. Пошел, Титан. О, и он даже подпрыгнул. Отлично. Ты видел это? Он только что показал палец вверх, типа, ставь лайк, братан. Вот это получилось на самом деле красиво и интересненько. Так, хорошо. Просто добиваем его, уничтожаем. Уничтожаем до конца. Почему? Почему вся техника, которая есть в этом городе, постоянно сама себя уничтожает? Я не понимаю. Так, 16 фпс. 16 фпс. Нужно убрать мусор. Так, давайте пока уберем стену. Она слишком много занимает. Так, умершие титаны будем считать, что испарились до конца. Так, да, это еще один умерший титан. Все, хорошо. Так, один поверженный. Пушка, в принципе, тоже уже металлолом. Эту тоже уберем. Вообще, пушки бесполезные оказались в этой серии, ребят. Я не знаю, что делать. Так, 45 фпс у нас. Блин, на самом деле это жестко. На самом деле это жестко. Мне кажется, такую махину просто так не убьешь. Вот серьезно. Вы только посмотрите, какой урон проходит бешеный. И бронированную титану вообще побарабаннул. Слушай, ну таким темпом, если мы не попали куда нужно, он бы восстал. Я серьезно говорю, он бы просто восстал заново. Оба. Оба! Я здесь, алло. Ну и, короче, я думаю, что он бы просто так безнаказанно это дело не оставил. Просто бы уничтожил машину. И, конечно же, конечно же, покинул город куда-нибудь подальше. Почему бы и нет, собственно. Я думаю, что так все бы это и было. Тем более, если учесть тот факт, что он очень быстрый, то он сделал бы это просто в мгновение ока. Что ж, ребята, вот такая серия была. Лего Сити был все-таки защищен. Мы смогли уничтожить несколько титанов. Смогли остановить атаку. Но бронированный титан просто сделал брешь в стене и ушел. Ушел в освоясе. Мы его уничтожить не смогли. Потому что, в принципе, даже ракеты его не берут. Это в действительности очень жестко. Что ж, ребята, вот такая была серия. Что будет в продолжении, я пока не знаю. Нужно придумать какой-нибудь небольшой сюжетик. И постараться его хорошенько вам подать с какой-то импровизацией. И думаю, что тоже будет не менее интересно. Ну а так, дружище, если тебе нравится аниме, если тебе нравится сериал, если тебе нравится мое творчество, то подписывайся на канал, ставь лайк. Не забывай вступать в группу ВКонтакте. Там ты найдешь очень много смешных мемов. И, конечно же, подписывайся на наш Дискорд, потому что там ты можешь найти себе друзей и играть с кем-то по сети. Что ж, ребята, спасибо за просмотр и до скорой встречи. Пока-пока.